Привет, меня зовут МД Рамон и добро пожаловать в крафт-шоу. Я рад приветствовать вас в лаборатории, мы наконец-то сюда вернулись и мы уже перешли на версию 1.4.6, совсем скоро эта версия станет 1.4.7, там больших проблем не возникнет. И я напомню, что в том числе и появится наконец-то конфиг пак от Крафтвиль, где вы сможете скачать все нужные конфиги, чтобы поиграть на нашей так называемой сборке. И сегодня также я хочу сказать, что у нас наконец-то добавился RedPower, как вы можете заметить по Project Table. Здесь рядышком у нас сундук, где пока одна лампа из нашего Крафтвиля. Скоро вы это увидите, чуть-чуть опережая события. И я хочу познакомить вас с тем, что тут произошли небольшие изменения. Во-первых, как вы могли заметить, здесь стоит Pit Engine, и мне пришлось его поставить, поскольку два стон двигателя просто не справлялись с тем, чтобы забирать предметы, а все по одной простой причине. Давайте сходим вот сюда. Как вы видите, здесь запущены наши двигатели. У них все достаточно хорошо. Им хватает воды. И все по одной простой причине. Я заменил вот такие вот обычные трубы из гладкого камня на трубы из золота. Ну и вот таким образом еще и соединил. Это как бы у нас такая просто дополнительная подпитка. У меня сейчас не так много золота, чтобы еще эти трубы превратить. Ну и в общем-то кажется, что их достаточно. Судя по всему, судя по моим тестам, одного ЭКВС аккумулятор, вот этого, как вы видите, вполне достаточно на то, чтобы поддерживать три двигателя внутреннего сгорания, которые сейчас у нас работают на биотопливе. Вот оно все у нас поступает, и производство биотоплива все так же продолжается. Здесь у нас все работает хорошо. Как видите, шесть двигателей биотоплива. Поэтому давайте сходим в мир, где я поставил новый карьер в новом мире, для того, чтобы добывать предметы из Red Power. Вот у нас есть Power, который называется Power 2. И если вы обратите внимание на скорость работы карьера... Да, эта скорость достаточно сильно поражает воображение. Он движется почти с той же скоростью, с которой я иду. Это очень быстро. Поэтому, как вы могли понять, мне и пришлось на той стороне поставить двигатель на торфе. Очень быстрая скорость. Но можно еще быстрее. При желании можно сделать так, что карьер будет двигаться с той скоростью, с которой вы бегаете на спринте. Ну да ладно. Давайте вернемся в лабораторию. Я вам покажу еще небольшие изменения, которые я сделал за кадром, перед тем, как начать съемку этого выпуска. Ух, у нас тут что-то уже выпадает. Дал шарды собираем. Кварц. Вы видите, это что-то бешеное здесь происходит. Давайте сходим вниз. Я также подготовился к новому карьеру. Как видите, я здесь начал производство... Вернее, превращение блоков тин, коппер и железо, олова, медь и железо, а также лапис в блоке. Ну и добавил еще автоверстаки, которые могут разламывать эти блоки и превращать их обратно в слитки или в цельные кусочки лаписа. Все это нужно для того, чтобы освобождать сундуки и чтобы система знала о том, что... Кошмар какой тут происходит. О том, чтобы система знала, что мы можем их делать, что они у нас есть. Ну то есть как бы превращать из блоков обратно в сырой ресурс. Как видите, здесь блоков достаточно много. До этого весь этот сундук был полностью забит. Сейчас мы, как видите, довольно хорошо разгрузили. Ну и здесь также у нас чуть-чуть лаписа. До этого он занимал достаточно много места. Многие сундуки я превратил в алмазные. Так что нормально. Ну, в блоке я превращаю, конечно, вручную. И у нас тут появился еще один житель. Видимо, сын или дочка Миско Ко. В общем, я не знаю еще, как его назвать. Если у вас есть предложение, какое ему дать имя. Он, судя по всему, любит трупы. Нисколько он нас любит МФИ. А этот любит тусоваться возле масераторов и печей. Ладно. Сегодня мы хотим с вами заняться, конкретнее я, наконец-то, том крафтом. Да, мы дождались этого момента. Пока она скоро работает и добывает все нужные нам ресурсы. Мы, наконец-то, сделаем эту комнату. Ну, скажем так, сделаем так, чтобы эта комната, наконец-то, приносила пользу. И давайте начнем. Первое, что мы захотим с вами сделать, это, конечно же, наш жезл. Давайте возьмем кусочек золота, превратим его в 9 самородков. Поместим... Нет, не сюда, вот сюда. Этот золотой самородок. Нам нужны палки, конечно же. Давайте сделаем какое-то достаточно большое количество на будущее. Вот сюда мы помещаем наш самородок. Здесь у нас наша палочка. И мы можем использовать любой шарт, любой осколок. Давайте возьмем огненный. И мы получаем наш жезл. Если мы поместим его на хот-бар, он быстренько восполнит свое количество магии. И мы можем, наконец-то, его использовать. Теперь мы уже имеем наш первый магический жезл. Для тех, кто не видел мой мод-обзор по TomCraft, настоятеля рекомендую посмотреть его, прежде чем вы продолжите смотреть наш так называемый летсплей в данной серии по TomCraft. Ссылка будет прямо сейчас в левом верхнем углу. Нажимайте на нее, посмотрите все выпуски мод-обзора по TomCraft. И возвращайтесь обратно. Теперь я буду подразумевать, что вы посмотрели, чтобы у вас не возникало лишних вопросов по TomCraft. И теперь мы, конечно же, хотим поместить нашу полку, книжную полку, вот таким образом. И правый клик нашим магическим жезлом по данной полке дает нам наш таманомикон. Если мы его откроем, мы увидим уже знакомые нам иконки. Если у вас возникают вопросы по поводу не совсем похожего изображения иконок, я использую текстурпак FaceFull. И это некая смесь оригинального FaceFull. FaceFull FTB Edition, который вы можете скачать на сайте feedthebeast.com. И скачаны еще дополнительные текстуры с самого сайта, с самой странички разработчика этого текстурпака. Ну, давайте продолжим. Теперь мы хотим с вами скрафтить нужные нам инструменты, нужные нам столы, с помощью которых мы будем производить наши исследования. И нам нужны вот такие вот столы. Обычный стол. Как говорит нам, исследование завершено. И нам нужно для этого обычное дерево и две, вернее, три половинки, три слэба этого дерева. Это просто. И мы возьмем наше дерево, поместим его вот таким образом. И нам нужно сделать, в общем-то, три, сразу три штучки. Поэтому, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И дерево. Давайте сделаем сразу же три таких стола. И мы хотим, в общем-то, поместить два здесь. Как видите, я здесь уже все разграничил, расставил cobblestone в тех местах, где я хочу размещать мои машины. Прошу прощения, да, привычка. Мои приспособления. И здесь мы хотим поставить один стол. Но пока это просто обычные столы, они ничего не делают. Ну, помимо того, что они очень круто выглядят. Мы хотим сделать scribing tools. Scribing tools или инструменты писаря. Если мы посмотрим, рецепт крафтится. Либо из обычной стеклянной бутылки, либо из glass file. Это такие бутылочки маленькие, которые дает нам TomCraft. Давайте будем использовать их, потому что в дальнейшем они нам все равно понадобятся. Для этого нам потребуется глина, клей, и три стекла. На выходе мы получаем восемь. И это достаточно большое количество. Поэтому давайте возьмем немножко клей. У меня тут бум. Лифт такой. Да, судя по всему, система все-таки не совсем справляется. И я грешу на наши логические трубы. Судя по всему, они отправляют. Давайте проверим заодно сразу. Кобл, кобл, кобл. Да. Ну да ладно. Если кобл, какую-то часть кобла мы потеряем. Который, в общем, на земле вот таким образом. Это ничего страшного. Мы сюда пришли за клей. И есть ли он у нас? Это хороший вопрос. Да, есть. Давайте возьмем. Нам, в общем-то, много не надо. Нам пока понадобится один кусочек. Все. Пока достаточно. Если нам нужно будет еще, мы, конечно же, можем всегда вернуться. Окей. Давайте скрафтим. Итак, стекло у нас есть. Таким образом мы размещаем стекло. Мы можем получить таким образом три стеклянных бутылки. Но если мы добавим немножко клея, мы получим целых восемь маленьких бутылочек. Это есть. И поместим одну бутылку, одно перо и один инксек. И мы получаем наши Scrubbing Tools. Scrubbing Tools, скорее. И теперь, если мы нажмем правым кликом по такому вот двойному столу. Та-ра! Мы получаем наш исследовательский стол. Где мы будем проводить все наши исследования и открывать новые вещи в том крафте. Ну и, конечно же, нам нужен еще один специальный верстак. Поэтому нам нужно взять наш магический жезл Wand of Apprentice. И правым кликом, нажав, мы получаем вот такой вот интерфейс сразу. Это означает, что мы превратили наш стол в магический стол исследований. Такой магический верстак том крафта. И наш жезл сразу же поместился вот сюда. Но мы пока его заберем. Если мы забираем, вы видите, здесь никакого жезла сейчас сверху нет. Если мы помещаем его сюда, то он сверху появляется. Такая вот маленькая деталь. Но Томкрафт как раз таки и хорош своими деталями, своим вниманием к деталям. Отлично! Мы подошли к первому этапу наших исследований. Но это еще не все. Нам понадобится еще один инструмент. И этот огонь здесь находится не случайно. Нам потребуется сделать тигель. Тигель, он же по-английски crucible, делается из обычного котла. Cauldron. И для этого нам потребуется, конечно же, железо. Давайте возьмем железо. Его у нас много. И мы видим, что постепенно уже происходит новая переплавка железа, которую мы добываем с помощью нашего кворя, нашего карьера. Давайте возьмем столько, сколько тут есть. Не помешает. И быстрый лифт. Итак, нам нужен наш котел. Делается он просто. Это ванила предмет. И давайте его поместим туда, куда мы уже задумали его помещать. Для этого я сделаю вот так. Помещу сюда блок. И вот сюда котел. Это нужно не случайно. И если вы смотрели, я надеюсь, вы посмотрели мод-обзор по TomCraft, вы уже знаете, зачем это нужно. Я особо углубляться не буду. Я, конечно же, буду объяснять некоторые моменты по ходу дела. Но особо углубляться я в это не буду. Если вам что-то непонятно, обязательно посмотрите. Ну и теперь нам нужно правым кликом нажать по нашему котлу. Та-дам! И наш жезл перезаряжается. На каждое действие нашего жезла мы, конечно же, тратим какой-то заряд энергии, заряд магии, которая находится в окружающей ауре. И она будет восполняться потихоньку. Конечно же, могут произойти плохие вещи, если мы будем неаккуратно вести себя с окружающей аурой. Поэтому будьте осторожны. Возможно, мы и скоро к этому и придем. Не дай бог, конечно. Но возможно. И здесь у меня уже подготовлен источник воды. Конечно, достаточно далеко. Но расчет на то, что мы когда-нибудь, и надеюсь, скоро подойдем к автоматическому восполнению воды. Давайте нальем сюда воды. И через какое-то время мы можем с вами заметить кое-что интересное. Мы видим пузырьки. Это означает, что вода в Тигиле вскипела. Ну и мы подошли к тому, что мы, в общем-то, построили, создали, вернее, основной набор, первичный набор я бы его назвал, инструментов. И, ну, в общем-то, да, инструмент, исследовательский стол. Здесь у нас есть также и наш особый Аркейн Тейбл, насколько я помню, он называется. Да, Аркейн Бег Тейбл, мистический верстак, ну и, конечно же, Тигиль. Эти три предмета дадут нам возможность начать, наконец-то, исследование магии в том крафте. Ну и давайте начнем наше исследование, чего уж тянуть. Для начала нам потребуется бумага. Так, для этого нам, конечно же, потребуется сахарный тростник. У нас тут полным-полно Кобблстоуна везде. Его уже некуда девать, поэтому будем раскидываться вокруг. Почему бы и нет? Мы богаты на Кобблстоун. Так, и, в общем-то, мы можем использовать даже этот верстак. Он может работать и с ванилорецептами. Давайте сделаем доступное нам количество бумаги. Для начала этого более чем достаточно. Смотрите, как замечательно. 45 бумаги. Отлично. Помещаем его в нужный слот. И начнем наше исследование. Давайте для начала посмотрим наш Таманомикон. Я, скорее всего, буду впоследствии называть его книгой, потому что Таманомикон довольно проблематично произносить постоянно. Ну и мы видим здесь доступные на данный момент нам исследования. То, что мигает сейчас, это то, что мы можем прямо сейчас начать исследовать. Ну и я начну с рецепта, который был показан в мод-обзоре. И поместим сюда нужные нам предметы. Давайте поместим сюда редстоун. И переключимся, в общем-то, на режим, который называется тщательный. То есть у нас здесь есть поверхностный кюрсори и thorough. Тору. Тщательный режим. Мы видим здесь любимое всеми слово в мод-обзоре потенция. Дорогие дети, почитайте обозначение слова потенция в латыни. И начнем наше исследование. Мы видим, что мы уже что-то можем изучить с помощью нашего редстоуна. Пока что здесь абракатабра непонятная. Но появление исследовательских заметок говорит нам о том, что мы на правильном пути. Что мы что-то можем с помощью редстоуна сейчас изучить из доступного в Таманамиконе. То есть мы можем изучить только раз, два, три, четыре, пять доступных сейчас предметов. И какой-то один из них мы сейчас уже сможем изучить, понять его свойства. Но я думаю, пытливые умы уже знают, какой предмет мы сегодня сможем изучить. Через несколько кликов мы замечаем, что машина, механизм исчезает. Что в данном исследовании, которое мы сейчас введем, этот аспект не участвует. И мы видим, что потенция растет уже 37%. Давайте нажимать, кликать дальше. И доведя его до 100%, мы видим, что мы завершили наше исследование на 40% продвинулись. И мы видим, что мы уже сейчас исследуем Niter. Вот он, Niter. Это здесь еще не написано, но я точно это знаю. Окей, а с редстоуном мы закончили. Поэтому нужно исследовать какой-то, изучать какой-то другой предмет. Если мы наведем на какой-либо предмет в вашем инвентаре и нажмем Shift, мы увидим такие подсвечивающиеся подсказки сверху, которые говорят нам о том, какие аспекты заключены в данном предмете. И поскольку я знаю, что нам нужно, какой нам нужен аспект, нам нужен, в общем-то, уголь. У него есть аспект огня. Давайте поместим сюда уголь. И, кстати говоря, мы видим, что у нас один дополнительный аспект от ауры присутствует здесь. И этот дополнительный аспект, скорее всего, дает нам вот этот огонь, который находится рядом. На дополнительные аспекты, дополнительные единицы аспекта в вашем исследовательском столе. Я сегодня не могу говорить. Влияют различные предметы, находящиеся вокруг. Поэтому у нас здесь есть целых три. Вот мы находимся в том же Тору исследований. Давайте продолжать нажимать. И мы видим, что появляется еще один скрытый предмет. И мы видим, что огонь уже начал участвовать в нашем исследовании. Мы завершили на 50% наше исследование. И как только мы подошли к 50%, мы можем прочитать подсказку. И тут сказано, что... Я очень настоятельно рекомендую читать эти подсказки, потому что в них заключена информация о том, какие вам предметы нужно исследовать. Какие вам аспекты понадобятся в дальнейшем исследовании какого-либо предмета. И это очень важно, потому что некоторые из предметов Томкрафта могут использовать около 8 аспектов. И поверьте, без вот этих вот подсказок было бы почти невозможно найти нужные вам предметы для исследований. Ну и здесь мы можем прочитать, что это светящееся пламя. Это, кажется, наполнено магией. Количество использований для вечно горящего пламени кажется бесконечным, но, к сожалению, оно не может производить... Судя по всему, оно не может производить достаточно тепла. Хотя оно может быть устойчивым источником света и энергии. Прочитав этот текст, мы можем понять, что здесь участвует энергия, да, пауэр, энерджи, сила, то есть это потенция. И если мы прочитаем первые слова, это светящееся пламя. Мы обратим внимание, что мы используем огонь, пламя, да, и светящееся. Запомните еще это слово, это очень важно. Ну давайте продолжим наше исследование. Мы еще на 50%, все, 100% Игнис мы исследовали. Мы видим Саксум, это камень. Здесь не участвует. Все, с углем мы покончили. Свет, да, смотрите, светящееся пламя может произведить энергию. Пламя мы исследовали, энергию мы исследовали, свет. Где же может быть свет? Конечно же, в Голлстоне. Мы видим целых три единицы аспекта нужного нам здесь заключено. Кстати говоря, визум также нам еще наше окружающее пространство дает. Вот, я не уверен, что дает визум, но может быть это освещение, может быть это даже блоки Зайкрафта, поскольку я знаю, что Томкрафт также может работать и с Зайкрафтом. Очень многие вещи из Зайкрафта имеют аспекты, редкие аспекты. Я настоятельно рекомендую вам использовать Зайкрафт, если вы играете с Томкрафтом, потому что это облегчит вашу жизнь. Ну да ладно, в общем-то свет, да, лакс, свет, яркость, день. Ну давайте попробуем. О, действительно свет. И если мы продолжим нажимать, тара, наши заметки превратились в открытие. Давайте заберем это открытие, заберем наш Голлстон. Бумагу мы оставим здесь, она нам еще потребуется. И если мы возьмем в руки наше исследование, мы видим здесь написано Найтер. Мы видим, насколько мы уже исследовали каждый из требуемых аспектов для этого предмета. И тот самый текст, который был подсказкой нам. И теперь, если мы нажмем правым кликом, исследование завершено, Найтер. Я поздравляю, мы с вами исследовали Найтер. И открыв теперь Томаномикон, мы увидим здесь этот самый Найтер. Бесконечное пламя здесь написано. И исследование завершено. Если мы на него нажмем, мы увидим тот самый текст, который был ранее. И еще дополнительный. Найтер также может быть установлен в мире, в общем, на стены, куда угодно, чтобы действовать как магический источник света. Я думаю, мы его здесь сегодня и будем использовать в качестве освещения нашего пространства. Для изготовления Найтера нам потребуется 5 вис. Это 5 единиц магии в нашем жезле, который хранит, может хранить в себе 50 вис. Поэтому сейчас это совершенно не проблема. А также нам потребуется 4 огня, 6 света и 4 силы. И все это дело нужно использовать в тигеле, который мы вот здесь построили с вами. Давайте это сделаем сейчас. Итак, для производства нам потребуется 4 огня, 4 силы и 6 света. Если мы откроем наш инвентарь и нажмем Shift, мы видим, что здесь есть... Уголь у нас имеет 2 огня и 2 силы и 1 камень, который нам, к сожалению, сейчас не требуется. Поэтому нам потребуется 2 угля, 4 огня и 4 силы. И мы сделаем... И мы сделаем вот так. 1 уголь и 2 уголь. И он помещается в тигель. И мы видим, что пошли пузырьки того же цвета, цвета которого есть аспекты в каком-либо из предметов. Но также нам потребуется и 6 света, насколько я помню. Да, 6 света. Где у нас есть свет? Мы помним, что свет у нас есть в Глоустоуне. Но также свет есть и в обычных факелах. Вот. Один факел — это один свет. В общем-то, смотрите, очень важно как можно меньше использовать на данном этапе лишних аспектов. То есть мы видим, что в угле у нас есть аспект камня, да? И сейчас, в общем-то, получается, 2 аспекта камня уйдут в ауру и загрязнят ее. Да-да, к сожалению. В будущем у вас будет возможность предотвратить это и даже использовать себе на благо. Но сейчас это довольно опасно. Поэтому я предлагаю сейчас использовать 6 факелов, благо это не так уж и сложно, чтобы получить нам раз, два, три, четыре, пять и шесть. Чтобы получить нужные нам аспекты и как можно меньше загрязнять окружающую среду. Магическую, конечно же. Итак, мы поместили с вами нужные нам аспекты. И теперь, если мы нажмем правым кликом по тигелю, Та-да! Мы получаем наш первый найтер. Давайте его возьмем. И если мы возьмем его в руку и поместим где-нибудь на стене, ну, я не знаю, где-нибудь вот тут, например, над входом, мы видим, как он красиво загорелся. И теперь у нас есть особый магический источник света, который мы с вами самостоятельно сейчас изучили. Давайте что-нибудь еще изучим. Но я хочу сказать на будущее, что я не буду показывать вам процесс исследования этих предметов, процесс вот в данном столе исследовательском. Потому что, во-первых, это спойлеры. И это довольно фановая часть Томкрафта, которую я хочу оставить вам, дорогие зрители, чтобы вы могли самостоятельно изучать, находить нужные рецепты для открытий. Ну и, конечно же, вторая причина. Это довольно длительный и, возможно, даже мучительный и нудный процесс. Поэтому мы будем ограничиваться тем, что я буду показывать вам уже результаты моих открытий и, конечно же, использование данных предметов. Ну, давайте что-нибудь попробуем сейчас все-таки исследовать еще. Ну и давайте начнем опять с привычного нам редстоуна и попробуем его исследовать. Мы видим, что у нас есть неизвестная теория. Мы начали что-то все-таки исследовать новое. И мы видим, что у нас здесь машина начала исследоваться. Хм, интересно, что же мы можем исследовать с этим предметом? Давайте попробуем, например, уголь. Нет, уголь у нас здесь не будет использоваться. Glowstone. Нет, Glowstone также не будет использоваться. Хм, на самом деле я хотел исследовать не томометр, но мы видим, что это томометр. Пока что нам подсказок никаких не дается. Томометр довольно интересная штука, и он может использоваться в нахождении источников магии, вот этих вот магических ноудов, которые поддерживают ауру стабильности. Мы к нему чуть-чуть попозже вернемся, но я хочу сейчас исследовать некоторый другой предмет. И, как видите, я начал исследовать Cobblestone в Торо-режиме тщательно, потому что Cobblestone у нас много. И мы видим, у нас начал использоваться Fractus. Пока что это неизвестная теория. Давайте продолжим. И мы начали исследовать Alumentum. Это очень интересная штука. Пока что нам подсказок никаких не дается, но просто я, например, знаю, что дальше мы можем использовать наш тот же Redstone. Мы видим, что мы используем силу сейчас в наших исследованиях. Мы почти довели его до 100%. Замечательно. И у нас 60% завершено. И мы можем прочитать подсказку по Alumentum. Тут написано, что эта субстанция наполнена огненной энергией. И она может испускать довольно большое количество энергии в каком-то неком хлопке. У меня такой сейчас вольный перевод. Эта субстанция может быть нестабильной, но может быть хорошим источником топлива. Топливо, да? Энергия. Энергию мы использовали. Топливо. Фрактус. Это вот разрушение, нестабильность. То, о чем мы только что просчитали. Ну, раз топливо, давайте попробуем уголь в таком случае. Да, действительно, уголь, подходит топливо, огонь. И давайте завершим данное исследование. Доведем его до конца. И отлично. У нас есть открытие Alumentum. Так, нам уже не потребуется это, это и это. Что-то нужно выкинуть. Давайте вот это исследование, эти заметки исследования оставим здесь, томометр. Я завершу это исследование. И какие-нибудь другие исследования уже за кадром. И покажу вам просто уже результаты моих открытий. А пока что возьмем наш Alumentum. Правый клик. Мы завершили его исследование. Отлично. И посмотрим, что нужно для его крафта. Нам потребуется 3 фрактуса. Это мы помним Cobblestone. 6 огня и 6 потенции. Отлично. 6 огня и 6 потенции. Давайте, во-первых, восполним наши запасы воды. Потому что каждый раз при создании магического предмета в Тигеле мы тратим нашу воду. Подождем, пока она вскипит. И нам нужно 3 огня и 3 силы. Силы, да? Если я не ошибаюсь. Да. Вернее, 6 огня и 6 силы. 3 имеется в виду 3 угля. Да. Именно так. Так, вода у нас вскипела. 1, 2, 3. К сожалению, мы в атмосферу, в нашу ауру выпускаем еще 3 элемента камня, которые нам не потребуются. Ну, что поделать. И также нам потребуется... Да, вот у нас есть также еще и здесь. Давайте сверимся с тем, сколько нам потребуется. Нам потребуется 3. Поэтому давайте кинем сюда 3 камня. 1, 2, 3. Давайте кинем еще. 1, 2, 3. И еще 1, 2, 3 угля. Зачем это делается? Для того, чтобы мы могли скрафтить сразу 2 алюментума. Правый клик. И тара! Мы получили наш алюментум. Что это за штука такая? Ну, во-первых, если мы посмотрим на производство EU, 1 алюментум может производить 16 тысяч EU, либо 6,4 тысячи тепла. Уголь у нас может производить 4 тысячи EU и 1,6 тысячи тепла. То есть мы увидим намного больше. Ну и, конечно же, мы использовали при его производстве 3 угля. Давайте не забывать. Но вы можете ограничиться и другими предметами. Вы можете не использовать даже уголь в производстве этого топлива. Так что оно может быть достаточно эффективным. Но это еще не все. Мы помним, что он может быть очень нестабильным. Поэтому давайте куда-нибудь отправимся подальше. Я просто продемонстрирую вам, что если мы возьмем этот алюментум и, например, нажмем правым кликом вот так вот, то мы можем заметить, что алюментум может быть очень разрушительным. Давайте вот так еще делаем. То есть такой хороший взрыв, по сути почти как взрыв крипера. И вы можете его использовать, например, для добычи руды где-нибудь в пещерах более быстрого способа. Ну, либо в PvP в качестве гранат уже решать вам. Ну, к сожалению... Мне, к сожалению, придется это сказать. Мы подошли к концу. К нашей более-менее 30-минутной отметке. В следующей серии мы продолжим с вами, скорее всего, играть с Томкрафтом. И, возможно, начнем... Коснемся уже Red Power. Сходим потом... Также посмотрим, как у нас дела с нашим карьером. Но меня зовут М.Джерамон. И мы здесь закончили. Редактор субтитров А.Семкин